Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Молотков Санал. В сегодняшнем выпуске я хотел бы поговорить по поправкам Конституции, вернее, не поправкам, а отношения, высказать свое отношение к голосованию. Часто очень люди спрашивают, стоит ли идти на голосование, то ли бойкотировать, то ли принимать участие в голосовании. По большому счету, я считаю, что оба варианта плохие. То есть оба варианта, они, в принципе, приведут к одному и тому же результату, то есть к принятию этих поправок. Вернее, они уже приняты. И все то, что сейчас происходит, это на самом деле неформальность. Даже само отношение к власти, к голосованию, вы сами видите, оно очень формальное. И даже, можно сказать, спустя рукава относится к этому. Вот часто очень говорят про Каца, например. Говорят, что насколько он, насколько его предложение голосовать против, то есть активно участвовать в голосовании, насколько оно приемлемо. Ну, мое отношение такое. Я считаю, что, вот я лично, я постараюсь бойкотировать это голосование. Почему? Потому что я не согласен с ним в одном. Я просто посмотрел его предыдущие тоже ролики, и у меня сложилось впечатление, что очень часто он принимает сторону власти. Он, то есть, не обязательно, вот так, как бы последовательно идет в том русле, которым он обозначил себя как оппозиционного деятеля или оппозиционного блогера. Вот. В некоторых своих действиях он, как бы, оправдывает власть. Вот, поэтому, причем, действия эти очень неоднозначны, как и все в нашей жизни, в нашей стране. А в то же время, как, почему я, именно я избрал бойкот, я считаю, что бойкот не должен быть пассивным, он должен быть активным. Я постараюсь каким-то образом зарегистрировать, если получится у меня, хотя бы завтра, зарегистрировать свой отказ, чтобы это было видно. Ну и, соответственно, придать публичности, опубликовать в интернете то, что я отказался поправок. Кстати, в Фейсбуке мне очень нравится, там появилось новое, такая, как бы, обрамление к фотографии, что ли, в Фейсбуке, я не знаю, как это назвать. Ну, там, в общем, я, мы против поправок. Я это себе в Фейсбуке установил. Я считаю, что, наверное, все мы должны так сделать, те, кто против поправок, по крайней мере, в сети Фейсбук, и мы будем видеть, сколько же реально людей голосует против. Нужно сказать, что, действительно, со сколькими бы людьми я не разговаривал, эти люди против. Хотя, я уверен, власть нарисует огромный процент проголосовавших за поправки Конституции. Вот, ну, по самим поправкам, что можно сказать? Вы все видите, насколько они выглядят несерьезно, то есть, и там видно, там невооруженным глазом видно, что, на самом деле, эти поправки, все эти поправки, накиданные в кучу, надерганные со всех сторон нашей жизни, вот, на самом деле, прикрывают только, призваны прикрыть только одну поправку. Это обнуление сроков действующего президента. Вот, мое отношение, я всегда говорил, что я не доверяю тем людям, которые судорожно цепляются за власть. Вот, и в данном случае, часто очень вспоминаю, кстати, президента Украины Порошенко, как бы к нему не относились сами украинцы, как бы не относились к нему, может быть, и в России даже, вот, но вызывает огромное уважение тот факт, что, организовав выборы президента, ну, то есть его власти Украины, организовав выборы президента Украины, вот, он с достоинством принял поражение, он проиграл. Ну, это говорит о многом, я считаю, как и о человеке, о нем, как о человеке, человеке, который твердо придерживается демократических принципов, человеке, который готов, скажем так, идти до конца, идти до конца, отстаивая свои принципы. Вот так вот, друзья мои, ну что ж, всего вам доброго. Я хочу сказать, что в любом случае вы должны понимать, что, какие бы действия вы не предприняли, эти действия, это должны быть действия. В каком смысле? Если вы не идете голосовать, то постарайтесь сделать так, чтобы, я не знаю, возможно ли такое или нет, надо поговорить просто с юристами, я постараюсь переговорить с юристами, возможно ли взять письменную, как бы, письменную форму, некую, с нашего УИКа о том, что, я просто в интернете смотрел, вроде у некоторых получалось, у некоторых не получалось, получать бумагу о том, что он откажется голосовать по поправкам в Конституцию. Вот, или же, если вы идете голосовать, то голосовать против. Я призываю к этому. Почему я призываю голосовать против, я уже говорил, и вы это прекрасно понимаете. Большая часть тех людей, которые смотрели наши предыдущие видео по поправкам, те, кто участвовал в протестах, те, кто поддерживает протестное движение. Протестное движение против нашей нищеты, нашего бесправия. Вот. Ну что ж, друзья мои, всего вам доброго. Хочу пожелать вам всем успехов, удачи. И чтобы все у вас в жизни сложилось так, как вы хотите. И, наконец-то, чтобы наша республика, наш и не только республика, но и вообще вся Россия в целом вздохнули, наконец-то, свободно. Всего доброго, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова